Здравствуйте! Это программа Актуальное интервью. Сегодня гость нашей студии, председатель территориальной избирательной комиссии города Муравленко Руслан Франчук. Здравствуйте, Руслан Александрович. Добрый день. Итак, 19 сентября в России намечен единый день голосования. На Ямале избирателям предстоит выбрать депутатов Государственной думы, Тюменской областной думы. И о предстоящем голосовании мы сегодня с вами и поговорим. Итак, для начала обсудим организационные моменты выборов. Где будут располагаться избирательные участки? Ну, это все мы знаем, да, в принципе, жители города Муравленко, где они находятся. Но, тем не менее, может есть какие-то изменения в их дислокации на этих выборах? У нас есть изменения по избирательным участкам. На одном избирательном округе добавился один избирательный участок, его номер 411. Часть домов в районе Российской перенесли на этот избирательный участок, поскольку там численность жителей, зарегистрированных на территории избирательного округа, превысила 3000 избирателей. Поэтому мы в рамках действующего законодательства должны были разбавить это количество избирателей. Было принято решение создать дополнительный избирательный участок, и мы это сделали. Таким образом, у жителей 18 домов будет изменяться место голосования, но они об этом будут уведомлены. Проверить свой избирательный участок можно через поисковую систему на сайте Центральной избирательной комиссии, либо же через портал государственных услуг высвечивается баннер «Единый день голосования», и там вся информация для каждого избирателя есть. В том числе адрес избирательной комиссии, его участковый номер телефона, номер территориальной избирательной комиссии, номера телефонов горячих линий и так далее. Ну а этот участок, он где расположен, дислокация физически, где он находится? Физически он располагается в центре спорта Муравленко. В центре спорта Муравленко. И туда придут, ну так нельзя сказать, что граждане, раньше голосовавшие в четвертой школе. Часть из них голосовала в четвертой школе ранее, часть из них ранее голосовала в прогимназии Эврика. Но тем не менее, наверное, за несколько дней до выборов будет и рассылка с различной информацией в почтовые ящики или какие-то уведомления. Совершенно верно. Участковые избирательные комиссии во второй декаде августа начнут свою уже работу и проинформируют каждого избирателя о том месте, где он будет голосовать. На территории города Муравленко это коснется информация каждого избирателя. Ну и вообще, я понимаю, что эти выборы, большинство процессов нашей жизни переходит в цифру. И вот эти выборы, они еще более технологичные будут, чем были, скажем, предыдущие выборы. Или то же самое голосование по Конституции. Но об этом мы чуть позже поговорим. О различных, скажем так, мобильных версиях. Мобильных версиях участков, так можно назвать. Ну а сейчас такой вопрос. Выборы у нас будут длиться три дня. Все мы понимаем, почему ситуация с коронавирусом обязывает пока соблюдать такие требования Роспотребнадзора и растягивать этот процесс. Ну и если в этот период избиратель будет находиться в отъезде, как он может реализовать свое право? Будет ли у него такая возможность? Несколько лет назад на территории Российской Федерации была внедрена технология мобильный избиратель, которая своим появлением отменила всем в прошлом привычную систему открепительных удостоверений. Поскольку открепительное удостоверение нужно было получать непосредственно в своей участковой избирательной комиссии, либо же в своей территориальной избирательной комиссии. А если человек фактически зарегистрирован по одному месту жительства, а проживает по другому, это было не всегда удобно. И они, по сути, были ограничены в своих правах. На сегодня технология мобильный избиратель позволяет жителю города, либо жителю регионной страны, независимо от местонахождения, подать заявление в любой многофункциональный центр «Мои документы», либо же через портал государственных услуг, либо же в участковую или территориальную избирательную комиссию, которая ему удобна. Сейчас, с сегодняшнего дня, со 2 августа по 8 сентября, можно будет подать заявление в многофункциональных центрах, на портале государственных услуг и в территориальных избирательных комиссиях. А с 8 по 13 сентября добавляется такая возможность подачи заявления еще и в участковых избирательных комиссиях. То есть, человеку не нужно быть привязан к месту постоянной регистрации, он может этим воспользоваться, вплоть до, по сути, через свой мобильный телефон. Ну, то есть, ну, скажем, человек еще не успевает, да, жители города Муравленко вернутся с отпуска, он находится, ну, возьмем, в Сочи, да, придет в Сочи в любую там участковую избирательную комиссию, в любой МФЦ, и там напишет заявление. Совершенно верно. Ясно. Ну, главное, чтобы наши граждане нашли время, да, в отпуске на это. Мы вот, например, рекомендуем теснее работать с порталом государственных услуг, поскольку на самом портале, в баннере выборы, один день голосования 2021 года, 19 сентября, там можно зайти посмотреть кандидатов, там можно посмотреть зарегистрированные на выборах партии, зарегистрированных кандидатов. Также потом, после дня голосования, когда уже будут установлены итоги выборов, можно будет посмотреть абсолютно все результаты по каждому кандидату, количество поданных голосов, процентные все соотношения, и так далее, и так далее. Но проголосовать нужно прийти лично на участок, да? Пока на госуслугах такого не предусмотрено. Пока Ямало-Нинецкий автономный округ не попал в эксперимент. А, то есть эксперимент идет такой, да. В прошлом году в данном эксперименте участвовало три регионов, в этом году уже семь. Я думаю, что через несколько лет вся страна будет участвовать в электронном голосовании. Ну, а скажите, будут ли применяться в этот период голосования какие-то электронные системы, там, по QR-кодам, бюллетене или что-то еще аналогичное? Да, это уже вошло в обыденную практику работы. То есть все протоколы участковых избирательных комиссий, они изготавливаются с технологией QR-кодов, то есть через специальное программное обеспечение, и что позволяет исключить ошибки на этапе ввода протоколов в систему госвыборы. А сами бюллетени будут такие? Вот помните, у нас машины были, КАИБы такие? Комплексы обработки избирательных бюллетеней. На территории Ямало-Нинецкого автономного округа всего есть в распоряжении 13 КАИБов, и они находятся все на территории города Ноябрьска. Муравленко применяться не будут. Хорошо. Ну, а если человек не может явиться на свой участок в день голосования, он живет в городе Муравленко, он не в отпуске, да, он на месте, но по причине болезни, скажем так, не может прийти на участок. Не важно, по какой причине. К нему могут приехать? По причине болезни, по причине наличия маленьких детей, многодетная семья и так далее, и так далее, есть возможность проголосовать на дому. Для этого нужно уведомить, загадя участковую избирательную комиссию, договориться с ними об удобном времени, но заявление по дате голосования на дому можно будет до 14 часов 19 сентября. То есть после этого времени, к сожалению, участковые избирательные комиссии не примут такие заявления и уже, соответственно, не смогут приехать. До этого времени можно будет подавать такие заявления. Заявления в бумажном варианте или достаточно устно позвонить? Достаточно позвонить, достаточно передать через соседа, написать нам в социальных сетях, и я думаю, что мы не оставим данные заявления неуслышными. Понятно. Хорошо. Ну, о цифровых технологиях и дистанте мы уже поговорили. Теперь о том, вот придет человек на выборы, сколько бюллетеней получат муравленковцы, сколько им дадут бюллетеней, и где и какие отметки они должны будут поставить? На территории города Муравленко жители, избиратели получат по четыре избирательных бюллетеня, имеющие регистрацию здесь, на территории города Муравленко. Это два бюллетеня по выборам депутатов Государственной Думы и два бюллетеня по выборам депутатов Тюменской областной Думы. Таких так называемых два комплекта. Каждый комплект – это один бюллетень по партийным спискам, второй бюллетень по одномандатным избирательным округам. В каждом из них нужно будет поставить не более одной галочки. То есть в одном мы будем выбирать партию, как в Госдуму, как и Тюменскую, которая будет занимать в итоге большинство, и во втором это будут конкретные люди. Совершенно верно. Ясно. Но в первом бюллетене просто будет партия указана без списочного состава, кто идет за партией. Или все-таки как-то будут люди указаны? Я еще не видел макетов бюллетеней. Понятно. Ну, когда примерно они появятся у нас, чтобы в жилую посмотреть? Насколько я знаю, еще этап регистрации партии не окончился. Поэтому еще до конца список непонятен, кто будет включен в бюллетень. Но, тем не менее, уже какой-то этап у нас завершен в территориальной избирательной комиссии. Я понимаю, что мы уже не зарегистрировали кандидатов, которые будут участвовать в Тюменской областной думе в выборах. По одномандатным округам по выборам депутатов Тюменской областной думы до подачи документов на выдвижение и на регистрацию уже закончена. Мы, как окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу номер 3 по выборам депутатов Тюменской областной думы, приняли документов от пяти кандидатов. Четверо из них представители парламентских партий, один в порядке самовыдвижения. Все документы были на выдвижение предоставлены. Также вовремя предоставлены документы на регистрацию. Были комиссиями и рабочими группами рассмотрены. Соответствующие все проверки проведены. И избирательная комиссия была принята решение зарегистрировать всех пятерых кандидатов. То есть по выборам депутатов Тюменской областной думы по одномандатному округу у нас есть четкое понимание. Мы в бюллетень включим пять кандидатов. А по партиям еще процесс продолжается? По партиям процесс по Тюменской областной думе уже понятен список. А по Госдуме еще нет. Еще нет. Ну и сейчас Центральная избирательная комиссия подписывает, уже подписала ряд соглашений с общественными организациями. Также подписаны соглашения с общественными палатами регионов. И с партиями в том числе подписаны такие соглашения о проведении безопасных выборов. Скажите, насколько будет обеспечена безопасность? Я имею в виду распространение коронавируса. Что будет применяться? Мы будем по опыту прошлых выборов все так же делать? Безусловно, будет применен опыт прошлых выборов. Это дистанция социальная, это средства индивидуальной защиты каждого участника избирательного процесса. Как избирателя, так и членов участковых избирательных комиссий, так и других работников разных служб, обеспечивающих в том числе безопасность, медицинское дежурство на участках. Так и голосование на дому будут обеспечены индивидуальными средствами защиты. Поэтому опыт прошлого года показал высокую безопасность такого подхода. Кроме того, мы еще усиленно занимаемся вакцинацией членов участковых и территориальной избирательной комиссии, чтобы максимально исключить любые возможные признаки и обезопасить всех участников избирательного процесса. Ясно. Ну и такой вопрос. Наблюдатели. Каждый ли может стать наблюдателем? Что для этого надо? Или все-таки есть какие-то определенные жесткие требования, кто может присутствовать на избирательном участке и наблюдать за ходом выборов? Определенные требования есть, но они совсем не жесткие. Во-первых, это совершеннолетний, дееспособный гражданин Российской Федерации. И его может назначить либо же кандидат, либо избирательное объединение, либо общественная палата. То есть несколько субъектов назначения. То есть собственного желания в данном случае недостаточно? Нужно еще, чтобы кто-то подкрепил? Я уверен, что если есть собственное желание и будет предпринято пару соответствующих шагов по поискам таких контактов, я знаю, что таких случаев множество, и многие люди становятся наблюдателями. Ну и еще один момент. Я знаю, на всех участках будет организовано видеонаблюдение. У нас также все участки будут охвачены? Совершенно верно. На территории города Муравленко все избирательные участки будут охвачены круглосуточным наблюдением с трансляцией в сеть интернет. То есть где-то будет в свободном доступе, можно даже смотреть, да, будет любой человек или нет? Я, насколько понимаю, сейчас ведется речь о том, чтобы сделать центры наблюдения. Но практика прошлых лет показывает, что абсолютно с домашнего компьютера либо смартфона можно было подключиться и наблюдать за своим избирательным участком. Хорошо. Ну что ж, Руслан Александрович, мы, конечно, еще с вами встретимся перед самыми выборами и также поговорим о текущей ситуации, о той, которая будет складываться на то время. Это будет, наверное, уже в сентябре. Ну а сегодня я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всего вам доброго и будьте здоровы. Большое спасибо. До новых встреч.